господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного христос воскресе номер 174 события дня сегодня необычная тема будет 1 коринфянам 824 и далее так бегите чтобы получить это за 2 июня 2016 года ну краткое объявление что крещение в озере с полным троекратным погружением согласно православных канонов будет 10 июля 2016 года у нас потеряете здесь вот сколько уже говорю некоторым ищите на месте священников то уж совсем никак нельзя тогда спрашивайте разрешение будет разрешено что с собой взять маршрутка и можно можно приехать все-таки расходы большие это вот почему не завлекаем наоборот говорю только что в греции поступило сообщение димитрий доброе утро игнатий тихонович этот минут пять назад у меня к вам вопрос очень важны и понимаю что к вам скайп может писать в неделю раз но у меня здесь очень серьезный вопрос к вам по поводу библии хочу не ошибиться из библии и узнать вашего совета правильную библию читаю или нет если вы разрешите игнатий тихонович я сфотографирую начальную страницу библии и к вам отправлю ну я сказал сделай да он выслал синодальный как было переведено по благословению патриарха алексея второго только по заголовку если верить всему этому то это самое самое правильное считать надо исполнять вот ну вот сегодня у меня интересная эту тему будет еще попущу немножко райхан пишет здравствуй игнатий тихонович думала с вами посоветовать и вот стих ваш об отроке моя младшая дочь учится в колледже приехала возмущенная три девочки не были на практике сейчас их нет а учитель на своим пятерки ставит и кто-то их отмечает что они на месте как поступить нам или так и оставить отвечаю я на двадцать один двадцать два что тебе до того ты иди за мною господь сказал среди этих пятерочников то усердному ученику даже легче в сравнениях выглядеть лучше и занять потом подобающее место тем не очень не принадлежащие жизнь то покажешь они не знали не были практики навыка нет а там все где-то аукнется пятерки эти райхан спаси христос дмитрий игоревич пишет пасе христос за молитвы очень помогли как на крыльях стоит того чтобы помогать друг другу молитвами возвращаясь назад сегодня я хотел поговорить на тему о том что примеры можно брать даже из событий которые были в мире не с церковью отдельно где-то вот апостол павел иногда берет говорит как их стихотворец титу пишет говорит такие такие то надо поверить этому павел берет жертвенник неведомому богу и смотри как он повернул а то это вижу по всему что вы люди как бы особо набожные то есть он похвалил это но сегодня даже это вот они взятой похвалы которые язычникам павел давал нельзя дать никакие люди все православные проценты какие-то считают но вы зайдите посмотрите кто приходит то что знает она не считая который семинарию кончились священники сидят да и те то начнешь говорить совсем мало мало света в их словах и вот одного человека хотел рассказать как александр македонский он тоже для многих примером получились у неверующих и на гамалиила положительно смотрит церковь что он учил и ливане был учитель языческий уэна златоуста в пример берет слова его отдельно берут и сократа аристотеля учились отцы на этом и оригина часто приводит так чтобы не спешили как-то отвергать то что я говорю орловский кирилл прокофьевич 72 года жил но не все же знает кто он такой а он один был один на весь советский союз такой человек и по сегодняшний день такого человека нет биография крайне необычная его настойчивость как он добивался цели и прочее кратко только рассказать дважды но герои советского союза герой социалистического труда но много ли таких так это не все дали то что он делал и сейчас хочу его биографию показать но и взять соответствующий пример сейчас посмотрю что то здесь этот с греции это димитрий стучится чем приходит будьте добры скажите пожалуйста истина или моя библия которую я считаю как вы думаете стоит мне считать или нет вот я чего могу ответить коротко ответить двумя буквами да и восклицательный знак поставить и ударить чтобы к нему пошло она не идет что-то здесь система заедает видишь как еще могу сказать вот она прошла да вот считай димитрию исполняй сейчас мы посмотрим павел как какие примеры берет смотрите бегут на ресталище то есть на стадионе но не христиане же бегали то и он говорит бегут то все получают награду один пример оттуда берет я эту биографию хочу более известной сделать для на своем ресурсе чтобы люди посмотрели выкладываемся ли мы так всем умом всем сердцем всей душой всей крепостью любим ли мы так господа как он но если верить всему что здесь написано тем более то архивные данные уже и дочь его выступает и о нем фильм поставлен там председатель какой он стал то можно брать пример потому что обстановка такая что некоторые люди многого не знают и доступа завтра не будет к этой информации вот смотрите письмо сталину от героя советского союза подполковника государственной безопасности орловского он пишет письма и письма не доходят райком боится все боятся а он никого не боится вот его качество никого не боится совершенно совершенно свободен еще отвлекусь и что мне говорит так а что это значит считать мне и и или то есть она не сектантская истина православная но еще ответил да это не понимать что такое означает да теперь что еще раз ответить считай истинная истинная даже не удалить нельзя ничего здесь как это истинная не отправить системы барахли ты не знаешь как отправить стараюсь сразу отвечать летом 1944 года подполковник государственной безопасности орловский написал заявление с просьбой направив его лично сталину нижестоящие инстанции даже не хотели его слушать отвечая вовсе нет без души а вы и так сделали все что смогли отдыхайте ну важно почему они отказывали вы можете понять из текста заявления герой советского союза орловский писал сталину что морально живет плохо и просит помочь ему чем морально живет плохо понимаете выражение да вот сегодня священники большинство не учат не крестят как попало мочат голову но можем это над богу молитвы сказать что морально я себя чувствую плохо живу плохо по названию христианина за того сговорит для многих слова христианин только звук вводящий других заблуждений мне приходилось свидетельствовать и священники выше перед народом и сказали мы даже не христиане еще а перед вами намиваемся широкими рукавами трясем обязательно прочитайте это заявление копия которого хранится хранилась в архивах цк компартии беларуси она была рассекречена и опубликована совсем недавно и рассекретили только малую часть по сегодняшний день все нельзя рассекретить я такого даже не знаю как это в наши дни но не просто кажется невероятным она потрясает вот думать из в это апостол павел говорит ну встаньте во все оружие божие облекитесь наденьте шлем спасению православных этого нет грешные грешные какое спасение то супер грешно без шлема возьмите меч духовный нету меча духовно библии в руках нету обувьте ноги в готовность благовествовать мир не обуты то есть это не воины христовы какая-то шпана и священникам не стыдно ничего за такую паству считается им прихожан только за одну бьются чтобы никто никуда не ушел куда идти то когда он мертв он и не идти не может он шага не может сделать и вот считаем что пишет а наша жизнь создать не я сегодняшняя православная она потрясает именно тем что люди ничего не знают ходят церковь годами и ничего не знают совершенно у нас покровский собор барнауле но я печник делал печи и кажется три наташа уборщицы были я посчитал там еще у них четвертая общий стаж у них церкви сто лет церкви проработала и ни одна не может объяснить что такое праздник покрова собор покровский а почему но вы еще делаете убираем храме дай бабушки то хорошие все ну а почему нет а вам зачем это знать вот ответ ответ а другой все время ну как братья и сестры вы все знаете и опять как все знаете а сам еще не знает сам то не знает как все знаете то есть прикрылся крышкой признал их возвеличил москва крем товарищу сталину от героя советского союза подполковника государственной безопасности орловского кирилла прокофьевича википедию зарядите орловский кирилл прокофьевич там фотография документальный фильм его покажу даже сейчас заявление дорогой товарищ сталин разрешите на несколько минут задержать ваше внимание высказать вам свои мысли чувства и стремления сегодня я ваши мысли тоже хочу направить по-другому он не верил в бога то он не может быть примером но его твердость когда он выброшен из жизни буквально не просто так заслуженный покой а покоя нет он только снится и дальше мы увидим почему родился я в 1895 году в деревне мышковичи кировском районе могилевской области в семье крестьяна середняка до 1915 года работал учился на своем сельском хозяйстве в деревне мышковичи с 15 по 18 год служил царской армии в качестве командира саперного взвода с 18 по 25 год работал в тылу немецких оккупантов белополяков и белолитовцев в качестве командира партизанских отрядов и диверсионных групп одновременно четыре месяца воевал на западном фронте против белополяков два месяца против войск генерала юденище и 8 месяцев учился в москве на первых московских пехотных курсах командного состава с 25 по 30 год учился в москве комбузе народов запада с 30 по 36 год работал спецгруппе нквд ссср по подбору подготовки диверсионно-партизанских кадров на случай войны с немецко-фашистскими захватчиками белоруссии тридцать шестой год работал на строительстве канала москва-волга в качестве начальника строя участка весь тридцать седьмой год был командировки в испании где воевал в тылу фашистских войск в качестве командира диверсионно-партизанской группы с тридцать девятого по сороковый года работал и учился в шкаловском сельхозинституте был проректором и одновременно студентами я такого даже не слышал вот сколько у него таких событий в жизни было и он не смотрел а так никто не делал как мариусев без ног летчик стал ну это не пример разве в сорок первый год находился спецкомандировки в западном китае откуда по личной просьбе был отознан отправлен в глубокий тыл немецких захватчиков в качестве командира разведательной диверсионной группы таким образом с 18 по 43 год мне посчастливилось 8 лет работать тылу врагов ссср в качестве командира партизанских отрядов и диверсионных групп нелегально переходить линию фронта и государственную границу свыше 70 раз 72 раза переходил представьте нелегально один раз не перейдешь это 72 раза выполнять правительственные задания убивать сотни отъявленных врагов советского союза как военное так и в мирное время за что правительство ссср наградила меня двумя орденами ленина у него на самом деле 5 орденов ленина будет наградила меня двумя орденами ленина медалью золотая звезда и орденом трудового красного знамени член в ккб с 18 года партийных взысканий не имею то есть нордический беспощаден к врагам рейха вот здесь у него все сходится только наоборот биографию кратко пишет видно что человек знает о чем пишет ночью 17 февраля сорок третьего года агентурная разведка мне принесла сведения что 17 февраля сорок третьего года по одной из дорог барановической области на подводах будут проезжать вильгельм куба генеральный комиссар беларуси фридрик фэнс командир трех областей беларуси обер группенфюрер захариус 10 офицеров и 40 50 их охранников звание в сс я поясняю это я вставил вот фактически условно соответствовало звание генерала рода войск вермахте я говорю вот здесь который опер группенфюрер что означает то есть очень ну первые лица от рейха в беларуси они поехали на охоту и все это показано и как он расположил группу как они в снегу лежали в мороз это мороз февраль месяц и уничтожили все там в это время при мне было только 12 человек а там 40 50 охранников и комиссары и прочее вооруженных одним ручным пулеметом семью автоматами и тремя винтовками днем на открытой местности на дороге напасть на противника было довольно рискованно но и пропустить крупную фашистскую гадину было не в моей натуре а поэтому еще до рассвета к самой дороге я подвел своих бойцов белых маскировочных халатах цепью положил и замаскировал их в снежных ямах в 20 метрах от той дороги по которой должен был проезжать противник это все показано я покажу какой здесь фильм но сами это посмотрите 12 часов снеговых ямах мне с товарищем пришлось лежать и терпеливо выжидать 12 часов снегу ну конечно это белоруссия не сибирь в 6 часов вечера интересно как когда они проходили перед ними он их пропустить решил а когда это не немного расслабиться после охоты тогда на обратном пути их надо убивать в 6 часов вечера из-за бугра показался транспорт противника и когда подводу поравняли с нашей целью цепью по моему сигналу был открыт наш автомат на пулеметный огонь в результате которого были убиты придрих фэнс восемь офицеров захариус более 30 охранников вот как 8 офицеров а там он говорит сколько было офицеров 10 офицеров про двоих не говорит то ли убежали 12 часов снеговых ямах мне с товарищем пришлось лежать и терпеливо ожидать когда папа порода по это подвода папа поравняли значит и вот он убил их мои товарищи спокойно забрали все фашистское оружие мои товарищи то есть не он а почему увидите документы сняли с них лучшую одежду и организованно ушли в лес на свою базу с нашей стороны жертв не было в этом бою я был тяжело раненый контужен в результате чего у меня было были ампутированы правая рука по плечу прикиньте себе налево 4 пальца ампутированы и поврежден слуховой нерв на 50 60 процентов там же в лесах барановической области я фактически физический окреп и в августе 43 года радиограммой был вызван москву благодаря народному комиссару государственной безопасности товарищу меркулову потом такая история тоже попадет под нож и начальнику 4 управления товарища судоплатова уже расстрелян будет материальная же очень хорошо морально плохо вот я первый раз жизни встречает такое чтобы делал различие не верующий человек ну у него нельзя не верующий верит время ленина сталина партию и прочее морально плохо ну какой сегодня епископ скажет все у меня есть живот нажил а морально плохо то есть я не могу мне свободы не дает не сенот не патриарх я не могу работать как даже не дают мне ни один священник не скажет этого морально плохо мне епископ запрещает благовествовать почему никто не запрещает епископ запрещает правильно крестить никто не запрещает не надо обманывать бога и вот морально плохо почему самый бы прихожане не говорят это морально плохо а ему все дала власть у него все было дочери растут жена при нем партия ленина сталина воспитала меня упорно трудиться на пользу любимой родины почему христова церковь православная не учит это вот эта фраза-то на суде божьем то не осудит ли нас господь неоднократно говорил содома и гаморя там от радней будет нежели вам ибо они покаялись там от проповеди ионина потом говорит про неневию лучше им будет они меньше слышали видели здесь все видит и главное причащайся чаще исповедуйся ну он каждый день был говорил о своих недостатках еще дальше то если бы ничего не делал то ему мешает все он до самого верха для него остальные для нас бог он для него как бог был мои физические недостатки потеря рук и глухота не позволяют мне работать на прежней работе но встает вопрос все ли я отдал для родины и партии ленина сталина все ли ты отдал для христа всем ли умом всем сердцем всей душой всей крепостью вот это то нам поставлено и значит той любви которую он показывает партии ленина сталина для любимой его родины кто может сказать что все я сделал что можно было запрещает там боятся священники а несмотря ни на что проповедую бескомпромиссно не выступлю никогда правды на самых заброшенных участках будут трудиться в тюрьме в школах детей собирать лагерь построить земля заброшена деревню буду строить православную ну то есть ресурсы все это мрак бесовщина идет я все это буду разрушать восстанавливать господа бога авторитет чтобы святая библия засияла в православии ну вот такое то можем взять от него там к моральному удовлетворению я глубоко убежден в том что у меня имеется достаточно физических сил опыта и знаний для того чтобы еще принести пользу в мирном труде одновременно с разведывательной диверсионной партизанской работой я уделял возможное время работе над сельскохозяйственной литературой вот как пишет то над литературой время уделял еще институт работал с 30 по 36 год пору до своей основной работы я каждый день бывал в колхозах белоруссии основательно присмотрелся к этому делу и полюбил его а он то должен был там высматривать врагов свое пребывание в шкаловском сельскохозяйственном институте а также московскую сельскохозяйственную выставку я использовал до дна в получении такого количества знаний которое может обеспечить организацию образцового колхоза ну православные то сидят на сундуках золотом ну творение святых отцов почему они исследуют правила книгу правил забыли священники архиереи знать не знаю только одно правило кто досадил епископу одно чтобы священно в его епархии кто не начал жить но явно дело что извращение извращение в духовном плане извращенцы если у правительства ссср отпустила кредит в размере 2 миллиона 175 тысяч рублей в отоваренном выражении то есть ну там что в лес отпустили железо и 125 тысяч рублей в денежном выражении то я бы на моей родине в деревне и мышковичи кировского района логилевской области в колхозе красный партизан до 50-го года добился бы следующих показателей вот посмотрите какой расчет до 175 тысяч а тут 125 5 то пятерка то еще накрулил бы 150 тысяч нет у него все было объяснено он послал дополнительную записку очевидно первое от 100 фуражных коров 50-м году смогу достигнуть льда и молока не меньше 8000 килограммов на каждую фуражную корову одновременно смогу с каждым годом повышать живой вес молочно племенной фермы улучшать экстерьер а также повышать процент жирности молока вот эта программа какая у него второе сеять не меньше 70 гектаров льна и в 50-м году получить не меньше 20 центнеров льна волокна с каждого гектара то есть от узбекского хлопка независимый а тут так только у нас хлопчатому бумажный комбинат только прекратилась связь и все за оттуда не поступает хлопка что он из дерева он не научился делать все закрыли комбинат отдали торговый центр сеять 160 гектаров зерновых культур рожь овес ячмень и в 50-м году получить не меньше 60 центнеров с каждого гектара при условии если даже в июне июле месяцах этого года не будет ни одного дождя если же будут проходить дожди то урожай будет не 60 центнеров с 1 гектара 70 80 центнеров вот это да у нас во сне не видали такой 17 18 центнеров уже неплохой урожай колхозными силами в 50-м году будет посажен на 100 гектарах плодовый сад по всем агротехническим правилам которые выработала агротехническая наука сорок восьмому году на территории колхоза будут организовано 3 снегозадержательные полосы на которых будет посажен не менее 30 тысяч декоративных деревьев 50-му году будет не менее ста семей пчелоферма ульев 50-му году будет не менее будут построены следующие постройки сарай для молочных товарных пермозащит номер 1 810 квадратных метров сарай 2 810 800 да еще и 10 сарай для скота молодняка 1 620 квадратов сарай для скота молодняка номер 2 620 сарай конюшен на 40 лошадей 800 квадратных метров зернохранилище на 950 тонн зерна навес для хранения сельскохозяйственных машин инвентаря и минерального удобрения 950 квадратных метров ну кто это знал хранить где-то своя машина то не у каждого гараж есть электростанция при ней же мельница и лесопилка 300 квадратных метров механическая и столярная мастерская 320 квадратов гараж на 7 автомашин бензохранилище на 100 тонн горючего смазочного хлебопекарди 75 квадратов баня 98 квадратов 98 интересно по населению он знал или как клуб радиоустановка на 400 человек а мест домик для детского сада 180 рига для хранения снопов и соломы мекины 750 даже мекину хранить рига номер 2 750 хранилище для корнеплодов хранилище для корнеплодов второе по 180 селосные ямы с кирпичной облицовкой стенок дна и вместимостью 450 кубометров селоса хранилище для зимовки пчел силами колхозникам за счет колхозников будет построен поселок на 200 квартир каждая квартира будет состоять из двух комнат кухни уборной небольшого сарая для скота и птицы колхозника поселок будет представлять из себя тип благоустроенного культурного утопающего плодовых и декоративных деревьях поселка артизианских колодцев 6 штук не 5 не 10 а 6 должен сказать что валовый доход колхоза красный партизан кировского района могилевской области сороковом году составлял только 167 тысяч рублей по моему расчету этот же колхоз 50-м году может добиться валового дохода не менее трех миллионов рублей сравните 167 одновременно с организационно-хозяйственной работой у меня найдутся время и досуг для такого поднятия идейно-политического уровня своих членов колхоза который позволит создать крепкие партийные комсомольской организации в колхозе из наиболее политически грамотных культурных и преданных партии ленина сталина людей общину создайте к священникам этот поза возьмите он преданных сталина преданных чтобы люди знали христа всех это не уходили не запивались не блудили до брака сохраняли девственность казаков с ними играет ряженая шуты горит гороховая прежде чем написать вам это заявление взять на себя эти обязательства я много раз всесторонне обдумав тщательно взвесив каждый шаг каждую деталь этой работы пришел глубокому убеждению что вышеупомянутую работу я выполню на славу нашей любимой родины и что это хозяйство будет показательным хозяйством для колхозника белоруссии поэтому прошу вашего указания товарищ сталин а посылки мне на эту работу и предоставление просимого мной кредита если по данному заявлению возникнут вопросы прошу вызвать меня для объяснения приложение описание колхоза красный партизан кировска района могилевской области топографическая карта с обозначением местонахождение колхоза смета от аваренного кредита то есть куда что герой советского союза подполковник государственной безопасности орловский 6 июля 44 года город москва фрунзевская набережная дом такой-то такой-то телефон сталин дал распоряжение удовлетворить просьбу кирилла орловского он прекрасно понимал его потому что сам был таким же кто такой сталин там разбойник как он был такой на войне ни одного дня не был а этот на пяти войнах был такой же ну какой такой же я не мог не найти ни одного пункта что такой же грабитель убийца своих тут что какая репрессия была еще в его родстве у этого у орловского тот сдал государству полученным квартиру в москве орловский то и уехал в разрушенную до основания белорусскую деревню мне место был кирилл прокофьевич выполнил свои обязательства его колхоз рассвет был первый колхоз в ссср получившие после войны миллионную прибыль через 10 лет председателя ими стало известно все белоруссия а затем ссср звезда героя советского союза и орден ленина пятьдесят восьмом году кириллу прокофьевич и орловскому присвоено звание героя социалистического труда с вручением ордена ленина за боевые трудовые заслуги награжден пятью орденами ленина орденом красного знамени многими медалями забирался депутатом верховного совета ссср третьего седьмого отзыва я пишу на это отзыв 1 коринфян 9 19 ибо будучи свободен от всех я всем поработил себя дабы больше приобрести для иудеев я был как иудей что приобрести иудеев для подзаконных был как подзаконный что приобрести подзаконных он это делал в испании в китае приобретал людей для чужды закона как чужды закона не будучи чужды закона перед богом но подзаконен христу чтобы приобрести чужды закона то есть он что-то делал не так как говорили но не чуж был главному курсу партии я так понимаю для немощных был как не мощный чтобы приобрести немощных он со своими крестьянами вот посмотреть фильм этот играет михаил ульянов для всех я сделал совсем чтобы спасти по крайней мере некоторых все же дело для евангелия чтобы быть соучастниками для евангелия у него то за гробом ничего нет только в этой жизни сравнивать не надо насколько его подвиг выше выше подвига святых вот я как высоко его ставлю подвиг не знаете ли что бегущие на листалище бегут все но один получает награду так бегите чтобы получить все подвижники воздерживаются от всего от мамоны не грабьте людей то на каких лимузинах ездят те для получения венца тленного а мы не тлен на вот сравнение какое те для получения ордена ленина он может и не думал о нем наработал просто и потому я бегу не так как на неверное бьюсь не так что только бить воздух но смиряя порабощает тело моё дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным к министрам дверь от вы от кого варял ногой когда обвинение причинка так у меня рук нету я чем отворять то буду стучать нечем вот я сейчас это отвожу и покажу здесь еще немножко что тут у меня документальный фильм называется непобедимый две войны кирилла орловского 2015 год вот я уже боюсь включать чтобы не пристали ко мне это дочь и вот это интервью и он зарядить зарядить увидите какой его профиль даже на марку его в портрет поместили такому человеку только и быть верующим где ну и все здесь отзыв то вот это человек с большой буквы кто-то отвечает один и отзывов то нету самые охулители даже умолкли то но христиане то ну что инквизиции мучили друг друга православное там иосифа волоцкого канализирует нашли героя и оси волоцкий палач сталин православный ну вот покажу дальше наш наша страница в моем мире вот она где я переношу суда потому что кое-что раньше было насчитано и она никак уже не проявляется рядом здесь этого сегодня ответы я отвечаю номер 50 ответ по библии и 69 занятия в потеряевке я их открываю а они открываются там далеко на двухсотом месте где-то тогда я переношу вот сюда и здесь они у меня стоят сейчас покажу сколько сегодня поставлено 1 2 3 4 5 роликов уже по стану 2 вечером будет еще и сразу показываю на наш форум вот наш форум вот он как выглядит заходите вот здесь от новое сообщение надо научиться надавить и вот общий поиск опять этот зашел счет димитрий пишет так спасибо большое дядя игнат вот это есть из греции отвечает а сейчас при вас а то я там выбираю чего-то чего ради я прям горяченькие говорится блины подаю ну и дальше у нас православный видеоканал вот он где я прошу быть внимательным к тому что я сказал вот сейчас брать пример все жития святых и тоже ссылаются иногда на примеры даже неверующих которые показали подвиг жизни это подвиг без рук взять развалюху и но конечно ему давали ему помогали открывали и он судился его боялись тронуть и ну все это но и биография того стоит вот это у нас и кроме того у нас самое главное это наш сайт называется во свете библии православный библейский сайт вот здесь вопросы справа 4124 я на них отвечаю который показал ну и здесь почти 50 книг аудио аудио видео много вот вчера мы за день ездили сергеем в одну организацию я там написал прошение чтобы два велосипеда выделили дадут или нет не знаю вчера у меня только книг подарил на 25 тысяч примерно книг подарил а в ответ еще ничего не получил а может еще не будет книги а какие книги трехтомник нового завета и к истинному православия ну и одно да и для слова божьи нету это самые ходовые то у меня не бездумный ящик то но это тоже работа тоже евангелизация идет стараемся чем-то восполнить пробился никак не хотели печатать это ведь от организации вы не зарегистрированы но и позвонили в этот городской администрации они под контроль взяли никто не имеет права печатать от организации той но игру позвоните там геннадий васильевич королев то да я вот он как раз и есть и сказал нет и он на него вышел редактор вечерки то вот михаил кириллович и там сразу да что там видимо я знаю как он говорит это у нас был сотрудник городской администрации то и сразу открыл двери и мне тоже редакции дали отбой позавчера что так и так все разрешено я на решил все равно пакет благодарить подарил книгу его не было через вахтеров там сидят двое городскую администрацию вот и где были еще были там еще пришлось тоже подарить говорить сказать в редакции были что могли то сделали объявление данные и может быть сегодня уже будет в печати начинаем работать по детям я просил помолиться что нет у нас нынче спонсоров но вот уже господь услышал молитву есть добрые отзывы пока ничего нету на это уже может что-то быть где-то сахар уже достали один на себя взял и привез сахару теперь муки и мешок уже один есть вот так как господь делает вот я сегодня необычное такое вступление сделал за отчет я уже несколько дней смотрю этот фильм по просмотрел фильмы показать и что о нем говорится в википедии зарядите он 72 года жил умер меня интересует как он умирал кто ему сказал нет орловскому о боге почему засекрещенного него может быть как раз обратился уже к богу молиться о нем не могу потому что я его не знаю но это герой настоящий не бумажный нигде вот считаешь я его и где он воевал на воинах-то википедии так там подряд выставлены флаги тех стран и орденов-то ленина 5 только дважды году понятно что это не невозможно а вот он все это сделал фильмы снятые господи господи слава тебе за все вами